Беларусам положена выплата денежных средств. Правоохранители предупреждают об очередном фейке, который распространяют мошенники в сети. На рекламу такого рода в игровом приложении наткнулся и житель Лиды. Перейдя по ссылке, мужчина заполнил анкету с личными данными и ввел информацию с банковской карты. После чего с ним в мессенджере связались неизвестные и предложили попробовать заработать на бирже. Желая приумножить капитал, мужчина согласился и по инструкции якобы трейдера на специализированном сайте, внес свои конфиденциальные данные, коды из смс, а вместе с ними и финансы. У личанина с карты списали порядка 350 рублей, а вот вывести деньги ему так и не удалось. С начала года на территории города Лиды и Лидского района зарегистрировано 6 подобных фактов. Общая сумма ущерба составила более 52 тысяч белорусских рублей. Принцип данной схемы заключается в том, что мошенники на различных интернет-ресурсах размещают объявления о легком заработке посредством криптовалюты либо криптотрейдинга. Перейдя по данной ссылке, гражданам предлагается заполнить анкету. Впоследующим гражданам на мобильный телефон либо в мессенджерах поступают звонки. Предлагают заработать легкие деньги на продаже и обмене криптовалюты. Граждане соглашаются на такого рода предложения, перечисляют денежные средства, после чего мошенники пропадают. Для того, чтобы не попасться на удочку мошенников, гражданам следует знать и понимать, что такого рода заработок возможен только на специализированных платформах, которые имеют официальную регистрацию и осуществляют свою деятельность исключительно на законодательном уровне и в соответствии с действующим законодательством.